В Москве представлен новый гоночный автомобиль BR-03. Это третья разработка российской компании BR Engineering, известной по прототипам BR-01 и BR-1, которые успешно участвовали в мировых гонках на выносливость. И вот мы создали BR-03, это та машина, которую пилоты могут проявить сами себя, потому что это будет монокласс, будет машина одинаковая у всех пилотов, естественно, там будут свои техники, свои инженеры, которые будут их настраивать там, каждый там. Но есть федерация, есть амблагированные машины, те, которые смотрят для того, чтобы машины были все одинаковые, чтобы не было никакой фальши. И пилоты будут состязаться в моноклассе вот на этих машинах. А дальше куда это все выведет? Дальше посмотрим. Хочется развивать это именно здесь, в России. Помимо кольцевого чемпионата BR-03 может участвовать в гонках на выносливость. Например, в марафоне Russian Endurance Challenge, в ежегодной четырехчасовой гонке в Грозном, в гонках Time Attack и вообще везде, где пожелает владелец. Ведь прототип строился так, чтобы за роль мог сесть и любитель. Невероятными абсолютно габаритами внутри обладает. То есть это самый большой прототип, которым я сидел именно внутри. Это очень важно. Что касается скорости, да, самого главного, о чем мы думаем, когда мы думаем о гоночной машине, то равных в России этой машине не будет однозначно абсолютно. Потому что машина обладает мощностью около 420 лошадиных сил. При этом вес этой машины будет 850 килограмм без пилота. Разработчики не стали делать болид с открытыми колесами, а построили аэродинамически более эффективный прототип. К тому же более безопасный, с извлекаемым лыжементом. В случае аварии гонщика легко эвакуировать из машины вместе с сидением. Это закрытие некого дефицита гоночной техники на сегодняшний день в России. То есть ситуация такова, что построено много трасс мирового уровня, а по сути дела гоночная техника, она достаточно с невысокими динамическими свойствами. Эта машина делалась максимально доступной, максимально надежной, безопасной и, так сказать, ремонтопригодной, чтобы можно было ее поддерживать оперативно в рабочем состоянии. Все машины БР Инжиниринг строит в России. Два экземпляра уже испытаны на Сочи Автодроме и Москоу Рейсвей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова